Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Если мы внимательно замечаем имена святых святых, которые вошли в историю церкви с наименованием Целитель и Врач Безместный, то мы замечаем, что все эти люди и в жизни своей имели профессию врача. Это и Кир, и Косьмай Дамьян, Кир и Иоанн, святой апостол-ангелист Лука, святитель Лука Крымский. Это все были профессиональные врачи, агапитки в Апечерске. Так и ныне празднованный святой великомученик Пантелеймон был никем иным, как придворным врачом. В то время империя Больша Римская для легкости управления была разделена на две части. Западную и Восточную. Западная имела столицу Рим, Восточная имела столицу Никомедию. Константинополь тогда еще не был построен в IV веке. И вот был такой юноша, очень талантливый придворный врач. Звали его Пантелеон. И вот так случилось. Мать его была христианка, хотя и умерла рано. Успела в нее какие-то семена веры посеять. Он встречает священника Ермолая, будущего священномученика. Память его вчера церковь праздновала. И он наставляет его вере. Но пока еще Пантелеон с неким недоверием относится к такой проповеди христианской. Есть сомнения, как у всякого человека. Вот однажды он идет по улице и видит трагедию. Ехидная ядовитая змея укусила ребенка. И он уже при смерти, над ним мама стоит. И он взывает про себя. Если действительно Бог христианский есть Бог, по имя Иисуса Христа восстаний, и по его такому призыву, который от всего сердца, от всей, так сказать, силой его души было к Богу обращено, совершается чудо. Он принимает крещение и вскоре очень быстро получает новое имя. Пантелеимон. Панте это греческий все. Елейсун. Елей милость. Все милостивы. Потому что это имя означало содержание его жизни. Он исцарял всех. За свое лечение не брал никакие средства. И был настолько искусный, успешный врач, что ему поддавались такие недуги, которые другие врачи исцелить не могли. Потому что действовало не только врачебное искусство, но благодать Божия. Очень часто врачи безместные святые скрывали свои благодатные дары за, так сказать, внешними средствами. К преподобному Агапику Печерскому приходили за помощью, он говорит, выпей такую травку, пойди туда. Человек исцелялся. Понятное дело, что дело не в травке было, а в его благодатной силе исцеляющей. Как и Святой Лука Римский. Некоторым говорил, тебе надо делать операцию, а некоторым очень тяжело больным. Говорит, тебе операцию делать не надо. И человек из операции жил и выздоравливал каким-то образом. Так и здесь, за внешними лекарственными, какими-то медицинскими действиями, скрывалась великая сила Божия. И как часто бывает, когда некий человек начинает преуспевать в любом деле, будто в подвиге, будто в добродетели, будто в каком-либо искусстве, очень быстро появляются завистники, недоброжелатели, коллеги по цеху. Так было и в жизни святого великомученика. Раскрыли, что он христианин, донесли императору. И святой великомученик принял очень страшный венец. Некоторых святых называют великомучениками. Так велики были их мучения, так велики были их страдания. Сегодня и день большой праздника на Святой горе Афон, потом в русский монастырь, носит имя Святого Пантелейма, но он великий покровитель монахов русских на Афоне. А также еще и есть такой город, кажется, Равенна, если я не ошибаюсь, название, в Италии, где в сосуде хранится кровь святого мученика Пантелеймона, которая когда-то во время его учений собрала одна была участивая христианка в старинном мученном сосуде. И там происходит чудо. В летние месяцы эта кровь, которая в обычном состоянии такая загустевшая, ее не видно практически, она вдруг становится жидкой, как говорят, закипает. Такое некое знамение вот в датах, в право близких празднования памяти Святого Великого Мученика. Вот такое особое знамение. Кстати говоря, на Афоне еще есть те масляны, масличные деревья, которые были посажены отдал, казалось бы, всего себя на служение людям. Вместо благодарности, вместо какого-то почета от окружающих, он получил вот что-то совершенно иное. Он целил не только христиан, но и язычников без разбора. Что это за состояние? Это состояние нам, дорогие мои, хорошо знакомо. Вот каждый раз, когда мы решаем почитать канон, неважно, будь то Божьей Матери канон, Спасителю, первая песня, рвоз первой песни напоминает нам о чем? О переходе Израиля через Черное море. Житейское море, воздвязаемое зря на пасти бурью. Вот это житейское море начинает вдруг колыхаться волнами, начинает штормить, и кажется, что совсем сейчас шторм может нашу лодку перевернуть. И чего греха таить, так случается, часто случается, что человек и не знает, что в такой ситуации делать. Как быть, когда вдруг почва уходит из-под ног? Как быть, когда в жизни, как говорят, начинается черная полоса, и одна скорбь сменяет другую, и следующая, фулю предыдущей, и кажется, что никакого выхода, никакого света в конце туннеля и быть не может. Мне очень часто приходится слышать такие рассказы, потому что в такой критической ситуации человек в церковь часто и приходит, как уже в последнюю инстанцию, туда уже совсем деваться больше некуда. И вот об этом нам нечто очень важное сообщает сегодняшняя Евангелие. Очень многогранное, очень глубокое по своему смыслу и по своему содержанию. На прошлой неделе мы вспоминали чудо, когда Господь пятью хлебами насытил пять тысяч человек. И буквально хронологически продолжение событий после этого, после этой истории. Народ следует за ним тысячами, его хотят сделать царем в Иерусалиме. Он уклоняется и уходит в пустынное место один, чтобы помолиться. Это первый урок сегодняшнего Евангелия. Современный человек очень трудно переносит тишину. Дети разучились делать уроки без того, чтобы там что-то не играла, какая-то музыка, чтобы радио не говорило, по интернету что-то мы не смотрели. Человек разучился жить в тишине. Ему страшно остаться один на один с собой. Это очень страшно. Я не знаю, как это в опыте каждого из нас бывает, но когда человек ищет какой-то духовной жизни, какого-то самого маломальского духовного преуспеяния, ему необходимо достаточно регулярно оставаться один на один с собой. Выключить телефон, выключить интернет, вообще, как говорится, послушать, что вообще во мне есть. Спросить себя, а чем на самом деле живет моя душа. Вот человек волнуется, метется, а ты отключи все внешние притоки информации, ты послушай себя и спроси, признайся себе, ответь себе честно на один вопрос, а чего ты на самом деле в этой жизни хочешь? И часто ответ на этот вопрос и открывает причину того, почему же ты не спокоен, почему буря тебя терзает. И вот мы видим, ученики отплывают на лодке через море Галилейской, называем море, на самом деле это озеро. Иван Галилет Иоанна говорит, что это 25 стадий они отплыли, на современный пересчет это порядка 5 километров, это середина озера. И чем дальше они плывут, тем больше видят, что ветер встречный, этот встречный поднимает ветер в такую волну, что кажется, что это шторм, это не преувеличение, не насказание, и на сегодняшний день люди, которые ездили в паломничество они знают, что озеро вроде бы небольшое, 10 километров не так много, но шторма там случается самое настоящее. Чем дальше от креста, тем сильнее шторм. Это тоже очень важное насказание. Чем дальше человек отходит от креста в своей жизни, тем сильнее волна, которая готова перевернуть его утлую лодочку. И в самый, казалось бы, критический момент когда уже надежды никакой не было на помощь, они вдруг видят Христа, который идет по водам. Апостолы испугались. Что это? Что происходит? Может быть, это призрак? По водам люди не ходят. И Христос, видя их ужас, ужас от того, что они могут сейчас погибнуть, ужас от того, что для них страшно это видение говорит им и нам говорит простое слово не бойся, не бойтесь. Не бойтесь, когда штормит в этом житейском море, не бойтесь, когда волна очень высокая, не бойтесь, когда кажется, что сейчас лодка окончательно утонет, не бойтесь, потому что в самой гуще этого шторма сам Христос не в тишине почему-то, не в светлую погоду, а в самом шторме. Как трудно бывает увидеть в череде этих скорбных, трудных событий самого Христа, который через эти боли, через испытания ведет нас к истине. Апостол Петр в каком-то с таком странном дерзновении говорит, Господи, если это вправду ты, он был горячим человеком, всегда так быстро делал, быстро говорил, не сомневался, скажи, чтобы я пошел к тебе по водам и услышал, иди и пошел. Это странная вещь, люди по водам не ходят, это же нарушение законной физики, человек в воде должен тонуть. Апостол Петр пошел против всякого естества и какое-то время шел, говорят, пока смотрел на Христа, пока не отрывал от Него свой взгляд, пока душе его хватило вот этого запаса веры Слову Божию и потом начал тонуть. Мы не знаем, что в это время происходило в его сердце, во уме. Может быть он вспомнил, что люди по водам не ходят, может быть вспомнил, что под ним много метров воды и ветер сильный. Отвернулся на какое-то мгновение от Христа и стал тонуть и услышал, Господи, спаси меня, гибну. Господь протягивает ему руку и говорит, зачем ты, Петр, усомнился, а ловер, и тут же они оказались в лодке. Какой удивительный пример, какая глубина Слова Божия, как часто мы тонем. Пусть может и каждый день, а может быть и по несколько раз на дню. Из этой пропасти, из этой пучины никакая человеческая сила вытащить не может нас. И когда теряются все надежды на помощь человеческую, на свой жизненный опыт, на связи, на знакомство, на деньги, на все, на все, на что человек привык опираться в этой жизни. А вода не имеет точки опоры. Это там, где-то можно еще схватиться, там не за что схватиться. Хватайся за воздух. Человек вспоминает, что все, Господи, спаси меня, помощь приходит. И человек реально может ходить по воде. Это не просто какой-то образ, это есть на самом деле вся жизнь христианина. Потому что жить по-христиански глазами этого мира это полная аномалия. Разве можно так? Тебя просят верхнюю одежду, ты отдаешь нижнюю, тебя ударили по левой щеке, ты поставил правую, тебя проклинают, ты благословляешь, молишься, тебе человек сделал плохо, ты за него молишься. Многих ли вы знаете, вокруг кто так живет? Когда ты так поступаешь, то скорее всего в глазах окружающих ты выглядишь как полный безумец. Так жить невозможно, скажет 99 и 100 человек, встреча на улице. Спроси, можно так жить? Скажет, нет, так жить невозможно. И тем не менее, нам заповедуем именно такая жизнь. и эта жизнь есть не что иное, как хождение человека по водам. Потому что как только ты начинаешь жить по своему уму, по своему жизненному только опыту, по своему рациональному размышлению, ты тут же начинаешь тонуть. И очередной шторм житейского моря готов накрыть тебя с головой и окончательно утопить в этой пучине страшно. в этом рассказе есть удивительный еще образ самой лодки. Мы часто слышим от церкви слова, что она есть корабль спасения. И пока мы в лодке, пока человек в лодке, есть шанс не утонуть. И часто мы о себе думаем очень спокойно. Мы-то в лодке, мы все крещены, в воскресный день в храм ходим, и даже внутрь заходим, и сам храм похож на корабль. Ну, конечно же, мы в лодке, мы не в воде. И вот это спокойство о себе бывает очень-очень опасным. Над каждым кающимся грешником священник читает молитву, которые слова «Господи, примири и соедини его в святей Твоей церкви». И тот момент, когда я чувствую себя в лодке, может, даже капитаном этой лодки, или уж там, может, рулевым каким-то, или там, матросом на этом корабле, уже, я-то спокоен, уже и карту знаю, да, уже и компас у меня есть. А может, я уже в это время давно в воде барахтаюсь, но это еще не понял. Меня к этой лодке нужно вновь присоединять. Будем об этом помнить всегда. Не механическое единство нужно Богу, не крестик на шее нашей, не внешние наши, так сказать, действия, обряды, жертвы. Все это может быть абсолютно ничего не значить, если не совершается жертва сокрушенного сердца. Если человек не ищет покаяния, не ищет, не ищет не внешнего единства, а настоящего, подлинного, благодатного единства с Церквью Божией, со святой, соборной, апостольской Церковью. Каждый грех, большой или малый, создает это расстояние, выбрасывает меня за борт или ставит меня на край, что я сейчас уже совсем сорвусь. И каждый из нас нуждается в том, чтобы думать о единстве с Церковью и чтобы из этой святой спасительной лодки не потеряться. Эта история, мои дорогие, и память святого великомученика Пантелеймона говорит нам об очень важных вещах. По сути, говорит нам об одном, о жизни нашей, о каких-то важных смысловых приоритетах жизненных. Потому что жизнь проходит, мы из года в год к одним и тем же притчям возвращаемся, одни и те же тексты слышим, но как-то честно посмотреть, вот я смотрю на себя и не сильно-то замечаю, что много не меняется. Сам себе проповедь говорю и понимаю, что вот слушаю сам себе и не слышу. Хотелось бы лучшего, а почему-то не получается так, как бы хотелось. Почему это происходит? На этот вопрос много ответов, но скажем только, наверное, об одном. Человек, идя по жизни, каждую минуту делает выбор и что-то ставит на первое место, что-то отбегает на второе, что-то считает для себя важным, а что-то таким, что можно отложить на потом. И часто в этом выборе мы ошибаемся. Вот глобально мы все верующие, спроси символ веры знаем, и Евангелие читали, но дьявол кроется в мелочах, и картина жизни, она и складывается из каких-то мелких эпизодов, мелких таких вот локальных выборов этой минуты или этого дня. Знаете, был такой притч, а может быть это не притч, а вполне реальная история. Один мудрый профессор, я может когда-то рассказывал это, ну, не лишний раз напомню, собрал студентов, своих выпускников, в гости пригласил. Интересно было, как они устроились, у кого какая жизнь сложилась. И такой поднос выставил большой, на нем все пришли кофе угостить, там разные чашки стояли, золотые, серебряные, там, с инкрустацией, были очень простые, совершенно глиняные такие, совсем некрасивые, некоторые даже отколотые. И этих чашек было больше, чем гостей. И, конечно, все быстренько разобрали самые красивые чашки. И когда они пили кофе, он говорит, вы не заметили, что сейчас произошло? Что, вы же выбрали самые лучшие чашки, самые красивые. Вы почти что не задумывались об этом. Ведь кофе не стал от этого вкуснее. Кофе не перестал быть кофе. Неважно, из какой чашки вы ему на самом деле пили. И вот так и в жизни мы часто ищем этого красивого обрамления, а жизнь, она и жизнь. И за поиском вот этого красивого обрамления, вот этого, если хотите, ложного фантика, мы теряем нечто подлинное и настоящее. На этом дьявол всегда играл всю историю человечества. Видите, сейчас играет. Покупай и будешь счастлив. Отдыхай и будешь счастлив. Получай удовольствие и будешь счастлив. Ешь, пей и веселись и будет тебе счастье. Так, прямой не говорят, но примерно так. На фантике разменивается жизнь человека. Это такие на пустышке маленькие. И вот об этом надо помнить, мои дорогие, потому что самое ценное это секунда жизни человека. Нет таких денег, за которые человек мог купить одну минуту или секунду своей жизни. Вот нету. Назначено тебе столько, никто не знает сколько назначено. Хотел бы на одну минуту больше, отдай все деньги мира. Нет, не купишь. И вот эти самые ценные вещи, минуты, они часто транжирятся как раз-таки попусту. Мы не осознаем их ценность. На фантике, на пустоту. Не будет, дорогие, с нами этого. Будем трезвиться, будем со вниманием относиться к своему внутреннему человеку. Почаще будем оставаться один на один с собой, чтобы в тишине, в настоящей тишине и акустической, и потом уже и душевной расслышать голос Божий. Господь бы хотел нам многое сказать, но может и говорит настолько всяких других шумов вокруг, что и не расслышать его голос. Иногда надо выключить этот шум максимально и постараться, чтобы внутри все у вас ады выпало ненужное. Тогда может мы расслышим голос Божий, который через совесть говорит, есть какое-то душевное расположение. А это великое дело услышать голос Божий. Потому что Он ведет нас к истине. Это нам важно на все времена. С праздником, дорогие господи! Редактор субтитров